Доброе утро! Сегодня 9 ноября вы смотрите Хард Ньюз. Это самые первые утренние новости в Красноярске. В студии Роман Богданов. Софья Питеркина. И прямо сейчас о самых интересных и самых свежих новостях, которые вы проспали. Новые ночью. Торги с понижением. Рубль подешевел и к доллару, и к евро, а нефть достигла минимума августа. Акцизные сборы от продажи алкоголя и нефтепродуктов могут остаться в региональных бюджетах, если Госдума примет законопроект. В московском метро теперь курсирует поезд Универсиады 2019. Все пассажиры смогут узнать о Красноярске, Сибири и, конечно, о студенческих играх. Игрой на понижение заканчивается рабочая неделя. Ночью торги на бирже закрылись снижением стоимости нефти марки «Брент». Она достигла минимума с августа месяца и снизилась больше, чем на полтора процента. Сейчас она стоит меньше 71 рубля. В ходе торгов на московской бирже подешевел и рубль, причем к обеим валютам. Доллар сейчас стоит 66 рублей и 46 копеек, а евро превысил отметку 76 рублей. Субтитры сделал DimaTorzok нефтепродуктов, то повышение доли отчислений в местные бюджеты будет происходить поэтапно. В 2019 году в регионы пойдет почти 67%, а с 2024 все акцизные сборы будут оставаться на местах. И немного статистики. Красноярск попал на второе место среди городов, торгующих контрафактом. Поддельные товары продают 78% красноярских продавцов. Впереди нас только Казань, у нее 89%, а в целом по России торгуют контрафактом 69% компаний. Самые честные продавцы оказались в Нижнем Новгороде. Это 42% ответили, что не торгуют контрафактом, хотя аналитики связывают такой низкий процент с хорошей работой правоохранительных органов. Такое исследование провела компания Brand Mirror, специализирующаяся на защите торговых марок и интеллектуальной собственности. При этом большинство из этих продавцов, точнее 70%, утверждают, что товар их хорошего качества. И даже более того, 10% считают, что их поддельный товар лучше оригинала. 10% торговцев при покупке выдают покупателям чек, 66% накладные и другие документы, а 24% не выдают вообще ничего. При этом большинство продавцов считают свою деятельность законной. Сегодня ночью в московском метро начал курсировать поезд зимней универсиады 2019. Состав раскрашен в цвета спортивного события. Он, конечно же, заметно отличается от большинства обычных вагонов подземки. Во время движения посетители смогут ознакомиться с различными фактами, посвященными универсиаде, а также посвященными Красноярску и Сибири. Курсировать поезд будет по кольцевой линии. Если сегодня летите в Москву, то обязательно прокатитесь по кольцевой несколько кругов. И к другим новостям. На место рождения, открытом Владимиром Путиным, неделю назад нашли первый крупный алмаз. Хотя на этот раз президент к находке лично не был причастен. Масса драгоценного камня более 50 карат, ориентировочный возраст кристалла свыше 350 миллионов лет. Из него сделают один или несколько бриллиантов с высокими характеристиками. Владимир Путин сегодня встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Главы государства обсудят развитие туризма, а также посмотрят новый ракетный комплекс. Налоговая служба сегодня проведет дни открытых дверей для налогоплательщиков по всей России. Сегодня в Красноярске пройдет первый арт-баттл между художниками, где можно будет посмотреть на необычное зрелище. Еще раз доброе утро всем. Прямо сейчас обсудим новости, которые обсуждают в интернете. Вот утром заходишь в социальные сети, читаешь и понимаешь, что сейчас волнует красноярцев. В частности, футбольных болельщиков. Тебя, Соня, в том числе, знают, что ты болеешь за красноярский Енисей. Так вот, главный тренер красноярского Енисея Дмитрий Оленичев сохранит свой пост как минимум до конца первого круга. Об этом сообщается на официальном сайте клуба Енисей. Напомню, что к матчу предыдущего тура РПЛ против Анжи команду готовил тренерский штаб молодежки под руководством Александра Алексеева. Клуб не давал комментарий, почему отстранил главного тренера на неопределенный период. Но Енисей в итоге уступил 1-2. И вот, как вчера нам сообщил министр спорта региона Сергей Алексеев, вопрос по расторжению контракта на сегодняшний день не стоит. До большого перерыва в сезоне он, Оленичев, будет работать с командой. Дмитрий Анатольевич встречался с губернатором Красноярского края, с ним общался также и я. И мы нашли понимание и пришли к компромиссу. Руководство края и учредители недовольны выступлением команды на данном этапе. Нужно сделать все возможное, чтобы ситуацию в турнирной таблице изменить. Но я напомню еще раз всем болельщикам, всем красноярцам, что именно под руководством Оленичева Енисей впервые в своей истории пробился в Премьер-лигу. Меня просто всегда поражают эти новости, но ладно, опустим. У меня новость для всех путешественников. С января порог беспошлиного ввоза товаров наземным транспортом сократится до 500 евро. Об этом говорится в решении Совета Евразийского экономического союза, которое с российской стороны подписал министр финансов Антон Силуанов. При этом порог для ввоза воздушным транспортом для россиян останется прежним, это 10 тысяч евро. Допустимый вес для ввоза товара наземным транспортом также сократился с 50 до 25 килограмм. В случае превышения порогов по стоимости придется в качестве пошлины заплатить 30% от его стоимости, но не менее 4 евро за каждый лишний килограмм. Решение будет действовать на территории других стран-участниц, помимо России. В него также входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Вот такие новости. Интересно, интересно. Давайте вернемся опять к красноярским новостям. Сегодня я прочитал с утра, что на следующей неделе в Красноярске начнется заливка катков. Об этом сообщили в мэрии накануне. Поедешь кататься? Я поеду кататься обязательно. Как минимум раз в 5 лет я выезжаю, катаюсь на коньках, а вот как раз 5 лет назад катался. Всего в городе у нас планируется залить 88 катков. Слушайте, это много. Еще 9 спортивных площадок оборудуют под игру в зимний футбол. Для создания крепкой поверхности лед требуется залить не менее 5 раз, а также нарисовать яркую разметку на тех объектах, где проводятся спортивные мероприятия. Так сообщил руководитель красспорта Валерий Черноусов. Здорово, правда? Кстати, будут на 35 площадках теплые павильоны. На 43 катка выйдут 55 инструкторов, которые будут бесплатно учить красноярцев кататься на коньках и играть в хоккей. Вот точно надо ехать будет на следующей неделе, значит. Нет, на следующей неделе их 5 раз зальют, а вот, наверное, уже через неделю можно будет... Ну, как раз уже тогда и лед застынет окончательно, и все будет... Да, лед скоро застынет. Можно будет кататься, чтобы без травм. Ну, и у меня как раз информация о погоде. Сейчас за окном плюс 4, такая же температура продержится у нас и днем, а вот вечером похолодает до минус 9 градусов. Ветер переменный 4,6 метров в секунду, и будет весь день идти снег. Давление 721 миллиметр ртутного столба и будет расти в течение дня. И сейчас расскажу о курсе валют. Доллар у нас 66 рублей 21 копейка, евро 75 рублей и 67 копеек. Сегодня ожидаем. Владимир Путин сегодня встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Главы государств обсудят развитие туризма, а еще покажут новый ракетный комплекс. Налоговая служба проведет дни открытых дверей для налогоплательщиков по всей России. И сегодня в Красноярске пройдет первый арт-баттл между художниками, где можно будет посмотреть на необычное зрелище. Доброе утро. В эфире Хардньюз 6.48. Сегодня 9 ноября. Есть две хороших новости. Сегодня пятница. Это хорошая новость. И новость не очень. Сегодня в Красноярске резко изменится температура. Синоптики обещают понижение температуры до минус 20 и ураганный ветер. И причем сейчас столбик термометра, как мы видим на экранах, всего показывает 4 градуса тепла. Минус 20 ночью, представляете? Разница в 25 градусов. По данным среднесибирского УГМС, сегодня также ожидается снег, метель. На дорогах, возможно, гололедится. Жители города просят держаться подальше от деревьев, шатких конструкций, строить площадок и не парковать вблизи них автомобили. Ну и от себя добавим, конечно, одевайтесь как можно теплее под вечер. Да, потому что перепад температуры будет сильный. Еще и голова, наверное, у людей болит у некоторых. Да, у меня тоже хотелось сказать, что голова будет болеть, наверное. У тебя болит голова, когда перепад температуры? Ну да, бывает. У меня нет. У тебя нет? Тебе повезло. У меня головная одеться. Ты, видимо, не метеозависимый человек. Я не метеозависимый. Ладно, мы продолжаем. И к другим новостям. Владимир Путин продолжает свое путешествие по Казахстану. И уже сегодня он отправится на север республики в Петропавловск. Там он встретится с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. Главы государства обсудят развитие туризма между двумя странами. По словам представителя Кремля, на встрече подпишут целый пакет документов. Среди них план совместных действий России и Казахстана на три года вперед. Перед пленарным заседанием презентуют российско-казахстанский проект космического ракетного комплекса «Бай-Тарек». Если вы еще не платили налоги и беспокойно спите, то это новость для вас. Сегодня в налоговой службе стартуют дни открытых дверей для физических лиц налогоплательщиков. Они пройдут по всей России и в том числе, конечно же, в нашем городе. Узнать о том, кто должен платить налоги, а также о сроках, ставках и льготах по ним, можно будет в налоговой инспекции по месту жительства. При этом всем желающим помогут зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика. С помощью него можно узнавать суммы налогов и пений и распечатывать квитанции для оплаты. Сегодня проконсультироваться можно с 9 часов утра и то в 18 часов. Ну а те, кто не успеет сегодня заехать в налоговую, смогут сделать это завтра с 10 утра до 15.00. И, конечно, обязательно, ни в коем случае не забудьте паспорт, он вам будет необходим. Ты пойдешь? Я пойду, потому что у меня есть личный кабинет, я его завел и забыл, по-моему, пароль. Ну точно, тогда садись, проконсультируйся, тебе помогут, я думаю, его восстановить. Ну и мы продолжаем теперь к новостям культуры. Баттл по Красноярске. Сегодня в творческом пространстве «Юшен Бразерс» пройдет первый арт-баттл в Красноярске. 12 художников училища имени Сурикова в прямом эфире в течение 20 минут будут сражаться в битве за художественное мастерство. Лучшую работу, как и в других баттлах, будет определять зал, победителей ждут ценные призы. Подробнее о предстоящем событии нам рассказала пресс-секретарь Красноярского художественного училища имени Сурикова Евгения Брюханова. Давайте послушаем. У нас будет три потока. Вот будет свободная тема, будет тема работы, это три слова из зала. То есть три любых слова из зала станут темой. Художник прям на глазах публики должен как-то это что-то скомплировать в своей голове и что-то нарисовать. И третья тема, Денис Юшин, основатель этого барбершопера, будет с натуры порисовать, ребята. Я правильно понимаю, что кричат из зала три любых слова и художник это рисует? Да, да, да. Прямо сейчас расскажет наша коллега Алена Крашенинникова, которая специально встала пораньше, а может даже и всю ночь не спала, готовила эти новости. Алена, доброе утро. Привет, ребята. Ну, конечно, готовилась, не спала всю ночь. Расскажу вам о нескольких новостях. Начнем с недели российского кино в Париже. Кирилл Серебренников открыл эту неделю, а точнее событие открылось его лентой. Так зрители театра «Реликин» выразили поддержку Серебренникову. Напомню, в России на него заведено уголовное дело. Он подозревается в хищении средств, выделенных на седьмую студию, в которой работал. Так вот, вернемся к фильму. Его сюжет основан на истории отношений лидера группы кино Виктора Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. Это история о зарождении русского рока. Добавлю, что в этом году картина «Лето» вышла в основную программу Каннского фестиваля, но наград не получила. Ну и информация о еще одном фильме. Теперь для фанатов Патерианы на экраны вышла очередная серия приквела «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда». Снова темный волшебник, только уже Гриндевальд, пытается установить превосходство над миром маглов. Но Дамблдор находит ему достойного соперника из числа своих студентов. В общем, снова история могущественного волшебника и злодея, только уже совсем другой интерпретацией. И в выходные самое время проникнуться волшебным миром, а может даже и пересмотреть все серии Гарри Поттера, а пока фрагмент трейлера. «Пришло время. Решай, на чьей ты стране. Я не хочу выбирать чью-то сторону. Что будешь делать? Что-нибудь придумаю. Нет. Нет монстра, которого ты бы не смог полюбить. Схватим его». «Это твой брат?» «Кажется, это был лучший момент в моей жизни». Ну и еще немного. Герой самой Патерианы Драко Малфы, а точнее тот, кто его играет, Том Феллтон, актер на днях сменил имидж или, как сказали фанаты, себя запустил. Он появился в одном из американских шоу с обросшими волосами и небритым. И фанаты таких перемен не оценили и попросили его все-таки вернуть свой прежний имидж. Ну и еще одна информация для фанатов. Теперь для фанатов Битлз. На официальном канале Ливерпульской четверки на Ютубе появилось видео, точнее клип на песню «Back to USSR». В видео вошли кадры советской хроники, в том числе там есть Красная площадь, дом-контор Свердловский и советские танцовщицы. Выход клипа приурочен к релизу юбилейного переиздания пластинки «White Album». Ну и не могу не спросить, ребят, есть мнение, что ринга стара никто не любит. Как у вас с этим, кто любимый артист этой группы? Вот мы буквально только что с Ромой как раз говорили на эту тему. Я даже в интернет зашел, все любят ринга стара. Почему не любят Алена? Ну я как-то нейтрально отношусь, я просто даже многих на самом деле вот простят меня фанаты Битлз. Я не знала по именам, поэтому я вчера только такая зашла, посмотрела, думаю, ничего себе. Ну как-то я к нему нейтрально отношусь. Фанаты Битлз тебя, конечно, простят, потому что это уже люди в возрасте, они добрые, сентиментальные и ни на что не обижаются. Я, конечно, слушал Битлз в своем далеком советском прошлом. На самом деле ринга стара все любят. Есть цитата Джона Леннона, который говорит, что именно ринга стара являлся неким связующим звеном, который объединял вот этих трех очень разных музыкантов, и он ему отдавал должность сердца этого музыкального коллектива. Вот так вот, Алена. Ну и замечательно, я вот, например, с последним клипом Маккартни, Квинни Ай. Если есть возможность, посмотрите, всем будет полезно. На этом все. На этом все. У нас сегодня еще тему, мы обсуждаем темы эфира нового утра, это чем мы не умеем пользоваться. Вот есть что-то из мира современной техники, может быть, чем ты не умеешь пользоваться? Стиральная машинка, автомат, микроволновка. Так она же автомат, что я пользуюсь. Там же все, надо нажать кнопку какую-то. Нет, наверное, нет таких вещей. Наверное, это такие приборы, с которыми я вообще не сталкивалась. Свечи можешь заменить под капотом своего автомобиля? На удивление, да. У меня нет своего, но я могу. А вот я бы, наверное, не смогла. Спасибо тебе, Алена. Вот, кстати, это подсказывает мне камера, и я не умею пользоваться. Это действительно так. У тебя все впереди. Научишься. Спасибо тебе, Алена. Я обычно по ту сторону экрана, да? Ну что ж, мы продолжаем выпуск Hard News, и прямо сейчас поговорим о том, что произошло сегодня ночью. Новые ночью. Торги с понижением. Рубль подешевел и к доллару, и к евро, а нефть достигла минимума августа. Акцизные сборы от продажи алкоголя и нефтепродуктов могут остаться в региональных бюджетах, если Госдума примет законопроект. И в московском метро теперь курсирует поезд универсиады 2019. Все пассажиры смогут узнать о Красноярске, Сибири и студенческих играх. Хард Ньюс. Утром на ТВК. Доброе утро. Вы смотрите Хард Ньюс. Это самые первые новости в Красноярске. И прямо сейчас напомним вам информацию о погоде на сегодня. Сейчас за окном у нас плюс 4, такая же температура сохранится и днем. А вот вечером похолодает до минус 9, но, кстати, как мы уже сказали, ночью вообще температура опустится до минус 20 градусов, и будет сильный ветер, так что будьте осторожны. И будьте к этому готовы. Да, весь день сегодня у нас будет идти снег, давление 721 миллиметр ртутного столба, и в течение дня оно будет расти. И напомню информацию о курсе валют. Доллар на сегодня у нас стоит 66 рублей 21 копейка, евро 75 рублей и 67 копеек. Ну, на этом блок информационного вещания у нас подходит к своему завершению. Мы с вами ни в коем случае не прощаемся, потому что далее мы с Евгением Главиной будем проводить долгожданный финал детского конкурса на этой неделе. Ну, а Соня будет в течение всего нашего утра читать на выпуске новостей. Конечно, куда я делаю? Будешь? Конечно, куда я делаю? Хорошо. Позитивные новости? Безусловно. Для пятницы? У меня только такие новости. Отлично, только такие новости. Hard news.